В Выборге коммунальные службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Сегодня работы активно велись на Ленинградском шоссе, бульваре Кутузова, по периметру Соборной площади на Кривоносово. Круглосуточно в разных микрорайонах города трудятся пять бригад предприятий РСМ, более 20 единиц техники. Организация по муниципальному контракту отвечает за уборку проезжей части и некоторых тротуаров. Техники людей хватает. Работает где-то 20-25 единиц за сутки. Мы вывозим где-то в среднем 2-2,5 тысячи кубометров снега в смену. За выходные дни с улиц Выборга было вывезено 6 тысяч кубометров снега. Активно работу шли ночью, когда движение не такое оживленное, а пешеходов практически нет. Сегодня дополнительную технику привлекли к расчистке дорог третьей категории в отдаленных микрорайонах города. Снег также чистили в парках и скверах. Убедительная просьба жителям, если Вы видите, что идет уборка улиц, и Ваше транспортное средство мешает погрузке снега или просто уборке, перегоните хотя бы на другую сторону или во двор, куда-нибудь, чтобы не препятствовать уборке. В целом уборка снега на дорогах Ленинградской области ведется в усиленном режиме. О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщить диспетчеру управления дорогами Северо-Запад. Открыта круглосуточная линия на базе Лена-Автодора. Там принимают обращение о ситуации на дорогах регионального значения. По поводу состояния дорог в Выборгском районе можно обратиться в местную единую диспетчерскую службу. Что касается несвоевременной уборки сосулек и снега во дворах, жильцам каждого дома необходимо обращаться конкретно в свою управляющую организацию. На всех передающих объектах РТРС в Ленинградской области включен второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения, что означает запуск цифровой эфирной сети в 47-м регионе в полном объеме. Второй мультиплекс – это пакет из 10 цифровых эфирных телеканалов. Наряду с каналами первого мультиплекса они являются общероссийскими, обязательными, общедоступными. Смотреть 20 телеканалов абсолютно бесплатно уже сегодня могут 99,43% жителей Ленобласти. Правда, для этого зрителям следует настроить свои телевизоры на прием эфирной цифры. Сделать это нужно в течение полугода, поскольку на 3 июня намечено отключение аналогового вещания в 47-м регионе. Для удобства жителей, телевизоры которых принимают сигнал в этом формате, он промаркирован литерой А. Так вот, те телезрители, которые рядом с логотипом основного канала «Литеру А» не видят, все события, которые будут происходить 3 июня, а это отключение эфирной аналоговой трансляции, их не коснутся, им никаких действий предпринимать не нужно. А вот тем телезрителям, которые на телевизионном экране рядом с логотипом телевизионного канала видят «Литеру А», необходимо подготовиться к отключению аналогового сигнала. Необходимы следующие компоненты домашнего комплекта телевизионного оборудования. Это антенна приемная, обязательно доциметрового диапазона, либо всеволновая антенна. И второй компонент, который необходим, это либо цифровой декодер, либо цифровая приставка, либо цифровой тюнер стандарта DVB-T2. Большинство телевизоров, выпущенных после 2012 года, этой приставкой укомплектованы. Чтобы удостовериться в наличии встроенного декодера, необходимо изучить инструкцию по эксплуатации телевизионного приемника. Если он имеется, останется лишь приобрести дециметровую антенну. Несмотря на активное внедрение цифры, аналоговое эфирное вещание по-прежнему будет существовать. Те каналы, которые не имеют статуса обязательный, общероссийский, общедоступный, они продолжат свое вещание в аналоговом формате. И, скажем так, вот тот процесс перехода с аналога на цифру их не затронет, их не коснется. О нюансах установки, настройки и подключения абонентского оборудования можно узнать по телефону круглосуточной горячей линии. Звонок бесплатный. 15 января в Оборском районе начнется прием заявлений в первый класс. Их, как обычно, можно будет подать тремя способами. Родителям будущих первоклассников нужно предварительно зарегистрироваться в единой системе идентификации и авторизации, после чего они смогут самостоятельно заполнить и направить заявление на портал образования Ленинградской области или портал государственных и муниципальных услуг Ленобласти. Ссылки вы видите на своих экранах. Кроме того, каждый родитель или опекун вправе обратиться в школу, где обязательно помогут правильно оформить и отправить заявление. Подать его можно также через МФЦ. Также, как и всегда, при подаче заявлений будут соблюдаться два этапа. Первый этап начнется 15 января и продлится до 1 июля. Это подача по территориальному признаку, то есть по месту жительства детей. И второй этап с 15 июля и до 1 сентября. Это на свободные места в общеобразовательной организации. Закрепление территории можно увидеть на сайте комитета образования в разделе «Прием в общеобразовательную организацию». Если ребенок не зарегистрирован на территории, то для него этап подачи заявления будет после 1 июля. В период приема заявлений в первый класс в комитете образования будет работать горячая линия. Задать все интересующие вопросы можно по телефону 358-74. Ленинградская область выделит субсидии на муниципальные дороги, требующие первоочередного ремонта. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Из областного дорожного фонда городские и сельские поселения получат на эти цели 465 миллионов рублей. Дополнительные работы проведут в 39 городах и поселках, в том числе в Выборгском районе, в Светогорске, Красносельском и Советском поселениях. Напомним, в 2018 году в Выборге был выполнен беспрецедентный объем работ. 23 дороги капитально отремонтировали, на других 23 провели ямочный ремонт. Всего в Выборгском районе на дороге было израсходовано более 220 миллионов рублей из областного и местного бюджетов. Сейчас Комитет дорожного хозяйства продолжает формировать перечень объектов на 2019 год. Без подарка под Новый год Юлия Султанова в гости не ходит. Да и это симпатичное место давно уже стало для дизайнера практически родным. А к родным людям и родным стенам внимание особое. Поэтому трогательный эльф, которого Юлия смастерила своими руками, тут же зажигает огонек на стойке ресепшн. Многое в этом новогоднем интерьере также сделано художником. Очаровательный светильник в виде заснеженных домиков с новогодними украшениями, панно из еловых веток. И даже люстра стилизована по-новогоднему. Глаз творческого человека способен увидеть в обыденном прекрасное и воплотить замысел в жизнь. Лесорубы вырубали лес как раз под дорогу, которую делали в Гвардейское. И вокруг дороги валялись всякие красивые деревяшки. Я к лесорубам, естественно, подошла, спросила, можно ли у них тут немножко подчистить. Они говорят, да с радостью, мы вам все напилим, если хотите. Говорит, пожалуйста. Они мне напилили кучу веток. Я на велосипеде эту тараканила на дачу. На даче сделала вот такую вещь. Поняла, что сюда она как раз очень хорошо подойдет. Из бутылок получились плафоны. Поэтому из любых подручных материалов, то есть что-то появилась, какая-то коряжка, которая навела на какую-то мысль, появилась какая-то красивая бумажка, которую захотелось использовать, появилось что-то вот. А при нынешних условиях появляется материалов шикарных. Очень много, всевозможных. Теперь только вот что хочешь, то и делай. Раньше надо было искать где-то. А еще Юлия очень любит создавать открытки и обязательно старается, чтобы в них прослеживалась тематика родного города. Поскольку я в этом городе родилась, он меня привлекает по определению. То есть я его помню с давних-давних детских лет. А началось с открытками все достаточно забавно. Шла в городе дискуссия по поводу утверждения герба. И поскольку герб у нас утвердили с ангелами, то пошли всевозможные модификации. И захотелось сделать модификацию немножко свою. Захотелось сделать такой неофициальный, вот такой красивый большой герб, как положено с ангелами, а что-нибудь такое легкое, детское, но чтобы всем было понятно и приятно. И возникли эти два ангела как раз. Изначально они возникли вот в таком вот виде. То есть в своих красных одеяниях, как они по идее должны быть, вот на гербе, в пурпурных одеждах с золотыми, с крыльями, с золочеными, с голубыми. И они пошли на открытки, поскольку это самый такой оптимальный вариант для того, чтобы это расходилось вообще по всей стране, и не только по стране. Я так понимаю, что она уходит из-за рубеж, потому что люди подписывают открытки, хотя казалось бы, что при нынешних средствах электронной связи. Но тем не менее. И открытки стали расходиться. И мне пришлось делать целую серию с ангелами. Потом решили, что, в общем-то, город надо как-то показать, каким он был и каким хотелось бы его видеть. И вот старые мои фотографии пошли в ход опять же. Стали делать открытки, открытки, открытки. И все это стало расходиться. Одна из первых серий открыток и закладок с видами фрагментов архитектуры исторических домов Выборга. Они выполнены золоченым тиснением. Это резьба гранитная, это лепнина. Я написала, на каких домах это все находится. Это Ленинградский проспект, по-моему, 9. Да, Ленинградский проспект 9. Это вот железнодорожная 6. То есть совершенно чудесные. У нас люди обычно не видят это все. Они ходят мимо, не глядя на то, насколько у нас все красиво, насколько шикарный был город. Это произведение искусства, а не город, в общем-то, большей своей частью. И после того, как я выпустила вот эти первые открытки, очень много народу звонили, говорили, а где это? Когда я говорю, переверните открытку, посмотрите, говорят, ой, я же в этом доме живу. В поисках красивой картинки или нужного ракурса и освещения Юлия может бродить с фотоаппаратом часами, для того, чтобы потом земляки могли отправить открытку с теплыми пожеланиями своим друзьям и близким. С птицами тоже очень много всяких интересных вещей было. И на закате были птицы. Вот поймать ее, как у нее солнце на крыло попалось, уже получилось здорово. Это была регата. Была совершенно чудесная погода. Тут еще была гроза. К сожалению, с грозой выглядит не так красиво, как на закате. А когда была гроза, было такое розовое небо, и летали молнии, там вбили в шпиль. Тоже было очень эффектно. А вот это было сделано чуть раньше. Там стояло некое здание чудесное, и шел дождь. И вот если эту фотографию увеличить, то там в каждой капле, которая на стекле, замок отражается. То есть, поскольку оптика штука такая хитрая, там вертикально перевернутый замок везде. А накануне 2019 года художник создала рисованную открытку с теплыми пожеланиями из Выборга. Поскольку рисовала Выборг, рисовала его, конечно, не на Новый год. Вот этот эскиз просто набросала, сидя на даче, пробовала, как рисует ручка. Потом подумала, почему это не использовать. И опять же, мои ангелы прилетели, и все это преобразовалось. То есть, естественно, конечно, пошел в компьютер дело, и вместо летнего неба появилась звездная ночь, появился снег, заснеженный город, и наши ненаглядные ангелы полетели над городом с приветом во все концы света. И хотелось бы тогда такую новогоднюю открыточку рождественскую подарить и подписать для медиагруппы «Наш город». А мы с удовольствием ее получили. И теперь ангелы города охраняют и нас. 2019-й объявлен в Ленинградской области годом здорового образа жизни. По замыслу главы региона Александра Дрозденко особое внимание будет уделяться пропаганде здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и регулярных занятий физкультурой. Выборгские волейболисты год ЗОЖ открыли традиционным массовым турниром, в котором приняли участие порядка сотни спортсменов из Выборга, Выборгского района и Санкт-Петербурга. У нас сегодня играющих 94 человека. Это рекорд за те годы, которые были. Это связано с тем, что мы раньше играли в Южном зале, в котором всего лишь одна площадка. Здесь у нас три площадки, пока задействованы две. Сейчас мы будем запускать третью площадку. Соответственно, есть возможность этим игрокам не только прийти на турнир и немножко долго играя, потому что одна площадка не позволяет быстрый формат. А здесь все-таки три площадки. Люди понимали, что этот турнир пойдет более организованно и с удовольствием, конечно, пришли. И это, конечно, для нашего города очень приятно, что появился такой спортивный комплекс, в котором есть возможность играть одновременно на трех игровых полях. В спортивном зале царила дружественная теплая атмосфера, слегка приправленная ноткой соперничества. Многие любители волейбола приехали целыми семьями, чтобы вместе провести время, кто на площадке, кто на скамье болельщика. Новогодний турнир в Выборге проходит по нестандартному принципу. Состав команд определяет жеребьевка. Это называется наша Выборгская солянка. Уже все к ней привыкли уже многие годы. По сути дела, она, скорее всего, началась с турнира Аструнского, на котором были использованы эти варианты, потому что есть команды сильные, которые к нам приезжают, а есть игроки, скажем так, начинающего уровня, среднего уровня, которым тоже хочется быть, как сказать, в пучине волейбольного азарта игры. И мы для этого сделали солянку. Соответственно, ребята могут играть с сильными игроками, учиться опыту. Играли 16 команд в четырех подгруппах. В одной из них сражались члены молодежной сборной Ленинградской области по волейболу. Юноша 2002-2003 года рождения на протяжении последних шести лет выигрывают областное первенство. В ушедшем году команда вновь подтвердила чемпионство и успешно выступила в зональном этапе первенства России. Зона Северо-Запада включает в себя 10 команд со всех областей Северо-Запада. Архангельск, Мурманск, Карелия, Калининград, Псков. Вот в Пскове проходил полуфинальный этап. Там было 10 команд, и там была очень сложная ситуация в плане того, что из 10 команд надо было попасть в двойку. Мы в Пскове заняли второе место, призовое место заняли. И как раз бы попали в 16 лучших сборных страны, а это для нас самое главное. В феврале волейболисты выступят в финале первенства России в числе 16 сильнейших сборных страны. Активисты Выборгской федерации волейбола надеются на возрождение в Выборге детских и юношеских турниров и на увеличение количества спортивных династий. Только личным примером родители могут привить любовь к спорту. У нас есть игроки, которые сами играют уже за 40-50 годам. И они, естественно, привлекают и заражают волейболом наших детей, своих детей. А те уже, может, и внуков заражают. Хотелось бы, чтобы больше династий этих было. Я ратую за детский вид спорта. Два года назад мы пытались, и у нас получилось, организовать солянку детскую. То есть не 16 плюс, а 16 минус. И мы организовали. Мы пришли в 9 утра и перед взрослыми сыграли детскую солянку. Дети были рады, родители были рады. Но это немножко не прижилось у нас, потому что это все инициатива тренеров. Потому что маленькие волейболисты, они сами не организуются, их надо организовать. Ну, тренера, естественно, тренируют. Но я считаю, что именно турниров детских мало. Что касается новогоднего турнира, каждый коллектив отыграл минимум по три игры в группе. По итогам напряженных состязаний третье место заняла команда под руководством Ильи Новожилова. Второе – сборная Александра Евдокимова. Первое место у команды Василия Подлесного. Я мороза не боюсь. Воскресное солнце пробивается через неплотные облака. Температура воздуха на улице минус 10. Ветра нет. И это оптимальный вариант для тех, кто вырубает сегодня прорубь на заливе недалеко от Кировских дач. Это постоянное место заплывов для выборских моржей. Вообще-то их клуб, который существует уже 33 года, называется «Пингвин». А моржевание – их излюбленная форма закаливания в виде купания в открытом водоеме зимой. Сегодня в клубе уже больше десятка крепких молодых мужчин, которые уверенно и споро каждое воскресенье борются со льдом. И это, несомненно, радует большую женскую половину купальщиков. Ведь было время, когда в клуб приходили преимущественно представительницы прекрасного пола. А раньше у нас было два мужчины, одни женщины. Сейчас очень поменялось. Раньше приходили только пенсионеры. Вот когда мы дали объявление, пенсионеры пришли. А сейчас все с 40 до 40. Молодежь поняла, наверное, что нужно закаляться. Как это делать, с удовольствием покажет Анна Николаевна Махмуд. Ее стаж моржевания более 70 лет. Кстати, опытного связиста до сих пор не отпускают с работы в одной из воинских частей. И в этом тоже заслуга выбранного еще в юности здорового образа жизни. Я вообще любила очень спорт, особенно воду. Я переплывала залив, ныряла очень хорошо. И сейчас я еще плаваю до Буйков, там, где в гвардейском поселке, там, где я работаю. Это как бы часть жизни, потому что я еще и занимаюсь, еще до сих пор в 11-й школе, в спортзале, два раза в неделю хожу. Я не могу без зарядки. Еще одна из старейших членов клуба, спортивный врач Людмила Татаренко, тщательно следит за здоровьем своих коллег. И считает, что закаливания, как и активный образ жизни в целом, должны быть делом семейным. Во-первых, прогулка должна быть, лыжи должны быть, коньки должны быть. И это должно быть не единичным случаем, а частым. Потому что детям надо кататься, на лыжах ходить, ну, чуть ли не каждый день. Даже после школы, полчаса, час походить на лыжах. Но это делать нужно семейно. Вот почему мы говорим, если семья не привела, вот это и закаливание, если папа с мамой это не делает, ребенок никогда не будет это делать. Хоть 10 раз ему об этом, тысячу говори, но он видит, что родители этого не делают, он не будет делать. И если в воскресенье родители спят или сидят у телевизора или у компьютера, они не идут просто так погулять, уж не без лыж, а просто так. То это говорит о том, что никогда не будет крепкой семья. Ребенок, когда после 14 лет пойдет в другую сторону, а родители так и будут сидеть у телевизора и обижаться, что почему у них нет контакта с ребенком. Кстати, большинство молодых людей приезжают сюда именно семьями и не обязательно окунаться в прорубь. Дети встают на лыжи, катаются на санках или просто дышат свежим морозным, незагазованным воздухом. Зато все вместе. Пока женщины купались, успели переодеться и мужчины. Теперь их очередь закалять дух и тело. Вот это погодка сегодня обалденная. И ни один мускул не дрогнет, как будто на дворе лето. Это, конечно, удовольствие просто немыслимое, потому что это ощущения абсолютно другие. Не то, что летом покупался, здесь совсем. Ну вот вы стоите сейчас, вам не холодно? Нет. Нет, не холодно совершенно. А что происходит с телом, когда вы туда и… Организм разогревается, это как защитная реакция происходит. Кровь. А то крови приходит к внутренним органам. Когда человек ныряет, спасает организм таким образом. Выделяются гормоны. А когда выходишь из воды, в первые 2-3 минуты немножко чувствуешь прохладу, покалывание небольшое. А потом идет приток крови. Почему мы вот такие вот краснючие уходим? Понятно. А вот сейчас в области идет такая, ну, марафон такой называется, с хэштегом «Марафон 365». Люди пишут, ну, какие-то там обязательства. Вот я хочу сделать сегодня то-то, ну, в этом году. Здорово. Слышал, слышал я об этом, да. Что бы вы написали, если бы? Ну, чтобы больше людей присоединялось к этому движению. Ну, конечно, кому позволяет здоровье и, как бы, его понимание вот этого. А свое личное что-нибудь, какое-нибудь такое, чего вы хотели в этом году достичь? Достичь? Ну, больше всяких там увлечений, видимо, связанных со спортом. Да, спортивных достижений побольше. Мы, в общем, не только моржеванием занимаемся, мы занимаемся и боксом, и гиревым спортом, в частности. Я еще на коньке встал в этом году. В следующий раз выборские моржи встретятся у купели во время крещения. Наш выпуск на этом завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова